Всем огромный привет! Наконец-то у меня появилась возможность записать начало к своему влогу. Я обычно начало записываю в конце, потому что все мои влоги это такая спонтанная вещь. То есть я никогда не планирую, что сегодня я буду что-то снимать. Но если вдруг есть что-то интересное, то обязательно это делаю. И целых 8 дней у меня не было возможности не обрабатывать, не выкладывать видео, потому что было очень много дел, но я всегда оставалась на связи в Инстаграм. И спасибо всем тем, кто мне писал. Я выкладывала фотографии процесса, как мы делали столешницу и все остальное. Но сегодня я хочу показать вам на видео, как это все происходило. Там где-то мы с Женей болтали наши беседы, может быть что-нибудь с вами пообсуждаем. Поэтому если вам интересно, то оставайтесь с нами и всем приятного просмотра. И сегодня у нас будет большой день, потому что Женя сейчас будет ломать подоконник. И мы будем по всей длине ставить столешницы, потом их красить. Я давно уже очень хотела, чтобы возле окна у меня что-то такое было. И вот вместо подоконника будет у меня столешница. Также мы купили жалюзи. Будем вешать вместо занавесок. Я тоже уже очень давно хотела здесь что-то изменить. Скоро мы будем ломать вот эти два выноса. То есть один с этой стороны и второй вот с этой, на котором висит зеркало. Не то что ломать, мы будем как бы делать кое-что другое. Здесь будет типа гардеробный что-то. И вот здесь у меня будут дверки стоять. То есть это будет, не знаю, как объяснить, шкаф что-ли у меня внутри. Типа кабинета такого, чтобы тоже экономить место. Я туда стол внутрь поставлю. И также у меня будут там полочки разные. Я обязательно вам потом покажу. Я увидела это на одной картинке. В общем, я попросила, спросила у Жени, сможет ли он это воплотить в жизнь. Он сказал, что в принципе да, посмотрим, что у меня здесь получится. Вчера также мы купили вот такую полку. Мне кажется, мне прям, знаете, ее здесь и не хватало. Потому что стол из Икеа, он очень узкий. И многие вещи я просто не могу туда поставить. А мне хочется, чтобы на нем и ваза стояла, и что-то другое. Зеркало, например. Поэтому эта полка была спасением. Единственное, что мы отдали за нее практически, не практически, а 20 евро стоит такая полка. Мне кажется, блин, недешево. Учитывая то, что в ней ничего особенного. Но вроде как что-то писали, что она дизайнерская. Но мне кажется, все равно. Дороговато. Но я бы еще пару полочек повесила. Единственное, что мне тоже не нравится. Это как бы получается недвижимая мебель. И поэтому я не могу уже на это место ничего поставить. Потому что у меня полка. Но имеется в виду самостоятельно. Ну, какая застроилась, когда у меня трешак пошел. Да ладно. Ты ее сейчас сразу покрасишь? Да вот мы делаем такую столешницу. Там еще жалюзи будем вешать. Всем привет. Да, девчонки, всем привет. Вот, Женя, приделал столешницу. Будем ее красить еще. Или ваком покрывать, не знаю. Ты думаешь, надо эти уголки ставить? На всякий случай. На двух четвертницах. Да ты сам ее подерни вниз. Потяни вниз. Мне кажется, ничего с ней не будет. Ну, здесь держится крепко. Ну, а по краям думаешь, слабо? По краям? Ну, для моего, не чуть-чуть. А после этой столешницы мы будем вешать лампу. Убирать занавески. И поставим... Нет, ставим. Повесим. Жалюзи. Я уже знаю, настаточную сеть, конечно, нельзя будет. Что не говорите? Здорово, Асяк. Говори, привет, девчонки. Девчонки, всем привет. Нет, не заново. Ой, по-моему, очень удобно получается. Вот так я буду сидеть напротив окна. Можно снимать и видео при дневном свете. А то мне обычно стоя приходится снимать, потому что я... Короче, потому что мне это удобно. Что мы не нашли шпатель. И теперь у меня нет штучки, которые переворачивают блины. Лопатки. Штучки. Блин, так прикольно, когда солнышко через железу. А где это в кирпичах было с коричневым цветом, чтобы показать, какая будет она для блинчиков? Так, не блинчиков. Для блинчиков вообще другая лопата. Узкая такая. Я и это переворачивала. Ну, а это вообще просто готовишь. Ну, ладно. Ну, это ты гениально просто нашел способ, чтобы не покупать. А что она как хорошо делает. Так что вот, девочки, если надо, берите на заметку. Потом все придут, девчонки. Мы же дома ремонты делают. Ни у кого нет этих лопаток. Мы еще до сих пор убираемся. Уже темно стало. Устали, капец. Особенно Жене, наверное. Я-то особо ничего не делала. Ну, как ничего не делала. Я помогала, в магазин несла. Стройматериалы какие-то, но прикручивала все сам. Так что пока вот так получилось. И завтра при свете не обязательно покажу. Этому цветок унесем сейчас. Кто-то еще говорила. Покажу, что у нас в магазине. Че? Че, в колхозном. Почему? Покажи мне. Покажи мне. Покажи мне. Нет, ты коробку сам неси. Коробочка маленькая, тюрьменькая. Не хочу. Я снимаю. Всем привет. Для тебя лицо не видно. Полный отчет. Стильно много, конечно. Сейчас мы пойдем к бабушке. Поедим. Потом пойдем дальше делать калейшин. Собирай там. Надо будет потом сходить на море. Там поснимать. У нас очень классно. Воу. Ну да. Довольно. Еще аптеку у нас запласты. Перцов. Видишь? Мы с Женей идем к бабушке кушать. Мы с Женей едем к бабушечку. Потому что у меня болят руки. Она делает всякие водокровки. И кушать как не часто хожу. Поэтому решила я сделать ему подарочек. Так что сейчас пойду приподнести. Еще на себе мультиварку заказала. Так что будет круто. Батюрия светится. Ну ладно, хватит поснимать. Я люблю запах краски вообще. Тебе нравится этот запах? Я очень люблю запах краски. Запах подвала. Я знаю, что многие девчонки даже напишут мне потом, что они тоже что-нибудь такое любят. Кто-то запах бензина любит. Я тоже люблю запах. Извращенцы. А я знаю девочку, которая любит запах этого хозяйственного мыла. Ага, вижу. Прикольно. Вот белый лучше, что мы коричневый не стали красить. Но он не белый, а дерево просвечивает. Специально так как раз. Ой, простите. Пина так. Что это финская? Финская тик курила. Ну вы, блин, даете. Мне так удобно будет, не то, что напротив окна видео всякие снимать. Там, знаешь, если я буду косметику, это показывает сводчи. Потому что света очень много. Какая косметика будет светить до гаражей. Да? Если мы ее купим такую. Там 2 по 58 ватт на месте. Лампа. До космоса будем. Так что такая у меня будет столешница. Очень классная идея. Лампа. Такая лампа у нас будет висеть наверху. Ну, Женя ее сегодня повесит. Я как раз от сниму это. Когда она уже будет висеть. Я вчера в инстаграм даже выставляла. Многие писали, что тоже хотят теперь попробовать так делать. Сейчас я ее текстуру попробую. Вот такая текстура. Она сейчас высохнет. Потом лаком. Хоть час был, Женя, вешать лампу над столешницей. А лампу где надо купить строительную? Чего? Лампу надо строительную купить. А из этих ламп тоненьких нельзя подоставать? Кого? Это из этих палочек ламп. Или у них какие-то специальные лампы должны быть? Офигу, Заня. Не знаю. Может, она открывается. Я открывала. Я знаю, что она открывается. Что, скажешь привет, Девчонки? Что сказать? Скажешь привет, Девчонки. А когда мы будем белое зеркало делать? Девочки ждут, надо, чтобы ты это сказал. Потому что они меня все время спрашивают. Я уже не знаю, что говорить. Но так как ты на мало приезжаешь, на неделю всего лишь. Мы скоро будем делать обязательно. Потому что мы же не снимали. Так же, как это. Мы только конец самый засняли. Когда ты там же лампочки вкручивал. Там же все мужья, парни, братья, приготовились. Папы. Чтобы зеркало делать. Меня все спрашивают. Ну, когда уже, Оксан, тогда вы уже будете делать зеркало? Не, ну, на самом деле, дели. Все просто. Коробку. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что он очень очень красивый и если его закрыть то выглядит он вот так я думаю очень красиво использовать его фоном под покупки вот например хотела я вам показать что я вчера купила никогда не пробовала я купила две смывки от буржуа у нас они по 8 евро по 7 1 по 7 другая по 8 если не ошибаюсь это около 8 и вот это 7 и также я купила вот такой крем вокруг глаз это наша эстонская фирма я честно говоря как-то забыла что у нас в эстонии производится уходовая косметика не только там фирмы пуха селодус но еще и вот такой вот марки здесь мы с маслом органовым и с маслом манго все такими вещами не пользуюсь потому что не знаю в принципе пока еще нет необходимости но все таки решила попробовать увлажнять кожу вокруг глаз может быть будет какой-то эффект и также мы же не еще купили вот такую декоративную подушку которая называется женья поэтому положим на наш диван который должен прийти на днях в общем так но все остальные покупки я думаю взять вам покажу в отдельном каком-нибудь видео а кстати то я забыла показать стул который мы вчера тоже купили вот на нем сиденья я сижу на кресле и наверное буду заканчивать свой влог он уже наверное получился очень длинный как мы делали этот ремонт надеюсь вам будет интересно и увидимся в следующем видео пока а